Добрый вечер. В прямом эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня у меня в гостях Сергей Ефимович Боенко. Это председатель комитета гражданской обороны Нинецкого автономного округа. И говорить мы будем сегодня о пожаротрушениях в населенных пунктах. Здравствуйте, Сергей Ефимович. Добрый вечер. Ну, давайте пока и для начала несколько фактов, несколько случаев. Декабрь. Крупный пожар в Нисе. У него жизни троих маленьких детей. 12, 13 и 14 годов рождения. Сгорел деревянный дом. Его площадь 104 квадратных метра. Пожар тушили силами местного населения и добровольные пожарные дружины, используя мотопомбы. В Нисе. Далее. Декабрь. Тельвиска. Горит ферма. Пожар ликвидирован силами отряда Государственной противопожарной службы номер 19 Архангельской области. Далее. Январь. Несь. Сгорел еще один двухэтажный дом. В доме проживали два человека, и оба погибли. Ну, тогда была разборка. Вам что-нибудь известно вот о тех случаях? Какие-то результаты уже подведены? Ну, этим занимается Государственный пожарный надзор. Информация у них. Ну, случай трагический, ведь в одном населенном пункте в подряд, почти в подряд. Два пожара. Да, два пожара. Но вопрос, который мы с вами рассматриваем сейчас, он связан с этим только по времени, да, вот с этими трагическими случаями. Потому что, насколько я знаю, подготовка передачи полномочий от Архангельской области, в том числе и по организации тушения пожаров, она велась давно, в течение года, полугода. И эти вопросы по организации службы пожаротушения именно на селе, они ставились и ставились губернатором еще в сентябре, в октябре месяце. И мы знали, что, да, с 1 января округ начнет исполнять эти полномочия в полном объеме. Поэтому подготовка сил, то есть средств, которые необходимы именно для села, я еще раз повторюсь, потому что город, там, искатели, они все равно в большей степени прикрыты в плане организации тушения пожаров, наличия сил и средств пожаров, пожаротушения. Ну, именно вот этот вопрос, это, ну, тайной не является, это был первый вопрос и первая задача, которую мне поставил губернатор. Решить вот этот вопрос по организации тушения пожаров именно на сельских населенных пунктах. И не только, ну, скажем так, в центрах муниципальных образований. Ну, вот на сегодняшний день уже какие-то есть результаты, по сути? Что сделано? Мы, во-первых, промониторили всю обстановку, которая существует. То есть мы забрали, вот уже будем отказываться от названия 19-й отряд, да? Будем называть его просто отряд государственной противопожарной службы неисколько на ногу. Промониторили все состояние техники, состояние и наличие пожарного вооружения, наличие людей, где сколько, какие условия службы. И есть на сегодня картина, которую доложили руководству, что необходимо, в каком направлении дальше развиваться. Но понятно, что в кратчайшие сроки только силами от штатных пожарных, которые сегодня находятся в штате отряда государственной противопожарной службы, эту задачу не решить полностью. Поэтому вторым вопросом, которым острый на сегодня является вопрос, который требует тоже внимания, это вернуть доверие глав муниципальных образований тех людей, которые хотят быть добровольными пожарными, добровольной пожарной охране. И чтобы развивать добровольную пожарную охрану, нам надо несколько составляющих, которые должны работать едино. Это, во-первых, главы муниципальных образований, которые знают этих людей. В принципе, они осуществляют подбор первоначальных кандидатов, как и на штатной основе, вот в отряд, так и добровольцев. Это, естественно, мы в лице отряда государственной противопожарной службы, которая проводит обучение, будет проводить. И сейчас ту работу, которую они уже сделали, мы сейчас имеем в десяти пунктах, как вот мне докладывали, реальных людей, которых, да, знают главы, знают наши ребята и которые привлекаются к стушению пожаров. И, наверное, я думаю, что мы должны найти понимание руководителей тех организаций и предприятий, которые есть на территории муниципальных образований, потому что существуют проблемы, которые можно решать с их помощью. То есть это где-то у нас нет помещений сейчас. Сергей Фимович, я напомню, уже мы телезрители, мы работаем в прямом эфире. У меня в гостях Сергей Фимович Боенко. Это председатель комитета гражданской обороны в Ненецком округе. Мы в прямом эфире. Телефон прямой студии 2-11-45. Есть вопросы? Звоните, задавайте, мы обязательно ответим. Вот по поводу помещений, кстати. Населенные пункты нуждаются? Да. Где-то уже есть? Ну, по-разному вопросы решаются. Где-то есть помещения. Где-то помещения находятся в собственности, там, все в жилком сервисе, но предусмотрен бокс для стоянки пожарной техники. Где-то уже в проекте заложено, вот сейчас в Усть-Каре, ну, уже каркас есть, в этом году будет построен этот бокс. И там отдельный бокс по проекту под пожарную технику, под пожарно-техническое вооружение, которое для несения службы личным составом. По-разному. Где-то арендуем, то есть где-то вообще нету ничего. То есть это Харивер, например, да, то есть там даже нет помещений, которые можно было бы арендовать. То есть начальник отряда пробегали там с главой, бегали, ну, нет, реально нет помещений. Создавать нужно будет с нуля абсолютно. Ну, допустим, Харивер. Получается, сейчас там, по сути, нет даже дружинников? Нет, ребята, там есть, там нет помещений. Нет помещений. Да, нет помещений, поэтому, ну, вот такая ситуация. Ну, все это, я говорю еще раз, мы у нас уже отмониторены, мы на сегодня по штатным пожарным приблизительно знаем, сколько это будет стоить, где что необходимо. Вот. По добровольцам, если дальше двигаться, мы сегодня должны выйти на какую-то цифру, под которую считать. То есть приблизительно мы думаем, да, на селе у нас должно быть, ну, там, 200-250 добровольцев в общем, чтобы закрыть и те населенные пункты, где нет штатных пожарных. И это реально сделать, действительно реально, в том числе, еще вот по населенным пунктам, где нет штатных пожарных, надо забывать, что добровольцы, они могут заниматься и профилактикой пожаров. То есть тут, конечно, надо не путать, что это какой-то надзорный орган появляется, очень важно. Это не так, но профилактика пожаров, то есть пройти, посмотреть там по тому же заданию главы, может быть, где-то сообщить, что да, там есть нарушение, чтобы глава знала. Глава всегда может сообщить об этом. Сергей Фимович, к примеру, допустим, я житель НИСИ, у меня есть основная работа, и я захотел стать добровольцем. Что нужно для этого сделать, чтобы я стал им? Ну, надо объявить о своем желании. Вот. Вначале можно, если в НИСИ, да, подойти к главе администрации и сказать, сейчас в НИСИ, через пару недель появится штатный пост, сейчас ребята проходят подготовку, красным уже прошли. Это у добровольцев? Нет, это штатные пожарные, да, это штатные пожарные с отряда, вот они туда прибудут где-то там после 25-го числа, и можно подходить к ним, а потом эту работу уже, там надо будет вступить в добровольное пожарное общество, встать в реестр, пройти определенную подготовку, потому что даже та же профилактика, да, она тоже требует определенной подготовки. И потом на каких-то условиях, я не говорю, что все это волонтеры, да, именно, но в основном это те люди, которые действительно, ну, хотят этим заниматься. Которые не безразличные. Да, они безразличные, и это радует, потому что такие люди есть, потому что вот я с главой муниципальных образований разговаривал, кто именно болеет за это дело, ведет эту работу у себя, вот они, да, такие люди есть, и они даже вот в НИСИ, возьмем сейчас, там же не только они привлекаются вот главой для тушения, там, помощи при тушении оказания, помощи пожарным, вот. Например, пожарные водоемы, проруби, да, то есть глава, да, привлекает, есть люди, которые там содержат эти проруби, то есть для тушения пожаров в зимнее время. Это тоже работа, это труд, и люди... Смотрите, вот на земле, да, сколько волонтеров, то есть люди, которые... Да, 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 это опять возвращаюсь, поэтому и считаем, да, то есть там не просто деньги там на поощрение, там деньги командировки, чтобы их обучить, то есть есть суммы, и, конечно, поощрение, характер, как это будет выглядеть, да, то есть есть два способа. Кто-то на сегодня использует там за дежурство, то есть если он дежурит где-то на дому, то, да, за какие-то часы идет какое-то материальное вознаграждение. Кто-то использует именно только на привлечение, на тушение пожаров, то есть оттушили пожары там 4-5 часов. Вот глава говорит, да, вот, товарищ Чупров, мне... А кто будет обеспечивать боевкой, собственно говоря, оборудование? Нет, это, видите, опять мы возвращаемся к передаче полномочий, и на сегодня, когда округ самостоятельно исполняет вот эти полномочия по организации тушения пожаров, в соответствии с федеральным законом о добровольной пожарной охране, который регламентирует этот порядок, мы рассчитываем, кроме средств, которые там предусмотрены, гранты, там всякие средства, ну, спонсоров там, там есть и средства могут предусматриваться в поддержке бюджета. Уважаемые телезрители, я напомню, мы в прямом эфире, есть вопросы, звоните, телефон прямой студии 2-11-45, у меня в студии Сергей Фимович Боенко, это председатель комитета гражданской обороны Ненецкого округа. Продолжим, да, на самом деле. Какие-то критерии к добровольцу потребуются? Допустим, медосмотр, что-то еще, состояние здоровья? Ну, пока мы принимаем это так, что общая медкомиссия. Общая медкомиссия. Да, ну и там, вот задавали тоже вопрос на совещании, а если человек, ну, может быть, да, где-то по состоянию здоровья, не может тушить пожары, да, но хочет заниматься хотя бы профилактикой, да, то есть он не участвует там в тушении где-то. Ну, вот хочется ему общественно полезным трудом таким заниматься и заниматься профилактикой. То есть я думаю, когда мы определимся, вот именно, то есть общий медосмотр, конечно, должен быть, потому что там предусматривается все равно, это тушение пожаров достаточно опасное дело, и травма опасная, и, ну, всякое бывает на пожаре. Вот это, как по старым документам, да, пожарной охраны, состояние пожаров, это ведение боевых действий. Ну, я думаю, что в любом же населенном пункте появятся подобные пункты, это 100%. Мы к этому идем, да. Мы идем к тому, чтобы везде были пожарные, ну и в перспективе, еще есть одно такое, такая задача одна, которую, ну, пока я не буду раскрывать, давайте мы с вами встретимся, когда мы вот эти, да, вот эти два пункта мы закроем. Скажите, пожалуйста, ладно, а машинами ли будут обеспечены населенные пункты, или там работать будут на своей технике, которая существует уже? Если мы имеем в виду вот центры муниципальных образований, ну и населенные пункты, ну, с такой приличной численностью, с приличной протяженностью, то, конечно, да, это все. Они необходимы. Они необходимы. Но у нас же есть и маленькие населенные пункты. Где живет 100 человек примерно? Да, даже и меньше есть много, да, где-то и по площади небольшие, то, наверное, там достаточно и содержать, ну, я имею в виду в основном зимнее время, да, потому что это у нас основное время получается, по этой зиме так точно. Вот, то, наверное, достаточно там одной-двух мотопомп и... Мотопомп, да. И содержание действительно в рабочем состоянии, в готовом источнике водоснабжения. Вот вы сказали, что уже некоторые, назовем их бойцами, прошли обучение в Красном. Почему именно в Красном, не в Наринмаре, к примеру? Они не прошли, они еще проходят. Проходят еще. Они только вот с этой недели, они проходят. Потому что, ну, Красная-то еще, скажем так, наша старая муниципальная часть, которая начала функционировать до передачи полномочий. Это первая часть, куда мы подбирали, закупали технику. Это, по-моему, если мне память не изменяет, та часть, куда... Одни из первых машин, которые мы покупали по старой своей программе, еще до передачи полномочий в Архангельскую область, они ушли в Красную. Ребята работают давно, там есть опыт, то есть организовано круглосуточное дежурство, и на этой базе, да, можно пройти обучение. А дежурство, они уже будут проходить, наверное, в Тельвиске, мне кажется. То есть там после вот этого обучения практического, теоретического, еще пять суток они должны дежурить. То есть вот в этом режиме посмотреть, как несется круглосуточное дежурство, как осуществляется подготовка техники, там, ПТВ, и почувствовать себя до конца уже в шкуре настоящего пожара. Ну а первые вот реально уже пункты, где откроются? Ну вот мы сейчас, НЕС, ОМА, Запад, это из того, что у нас еще не закрыто по центрам муниципальных образований. И, ну, так договорились с главой, что да, в Усть-Каре пока не построится, вот этот бокс, да, вот этот. Вот, то есть она как бы предложила, что давайте пока подождем с набором людей, но люди у нее подобраны, и как только вот сейчас начнутся эти работы, то есть мы уже этот период сократим, мы не будем ждать окончания совсем стройки, да, где-то там месяца за полтора, может быть, за два, уже их сюда вызовем, обучим, чтобы уже они, ну, у них вообще все получается, да, то есть они приедут, обучатся, приедут, а там уже все построим с новосельем, ты говоришь. Ну, ни для кого не секрет, что в деревнях все же пожары случаются, вот какая-то статистика ведется, причин, к примеру? Ну, причина у нас, как это называется, если говорить по-доброму, неосторожное обращение с огнем. Да, неосторожное обращение с огнем. Даже вот взять вот этот случай понеси, то есть, ну, только что вроде, да, как глава говорил, я проходила там полчаса назад, ничего не было мимо этого дома, через полчаса, но здесь, видите, пожар, много условий, которые пособствуют развитию пожара, развитию огня у нас, если одна погода, то это будет одна ситуация, если погодные условия изменились, будет совсем другая ситуация, это даже по городу можно посмотреть. В общем, пожара не предсказуем на самом деле. Да, 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 поэтому и люди должны его тушить уготовленные, и я на сегодня вот посмотрел, вот те ребята, которые уже там 3-4 года работают, они уже имеют опыт, и серьезный опыт, он специфичен тем, что они тушат именно на селе, то есть, теми, в тех условиях, которые существуют, к которым они уже привыкли, то есть, теми пожарными водоемами, теми прорубями, то есть, вот в таких условиях. Сергей Фимович, коль уж о статистике, а есть ли статистика вот за последние годы, допустим, уменьшается или увеличивается количество пожаров в населенных пунктах региона? Или статистика? Ну, статистика это есть, я сейчас сам не готов, вот именно уменьшается, но в целом я могу сказать, да, что уменьшается. За счет чего это уменьшается? За счет города, я имею в виду по округу, вот, или... Ну, наверное, динамика, мне кажется, на селе все-таки, я не скажу, что это сейчас правда, вот, или не претендую, но мне кажется, что она все-таки такой элемент качели есть, да, то есть, если один год ниже, то в среднем, может быть, небольшое снижение есть, но это тоже снижение, которое, возможно, в основном связано, и в том числе и со строительством нового жилья, может быть, где-то переселение. Но вот эта работа по профилактике, она должна тоже дать свои результаты, потому что и главы просят об этом, да, то есть, у нас должен быть человек, который может пройти, собрать вот эту информацию, да, где что, где что. Ну, а также, а в чем заключается эта профилактика? Это проверка оборудования, разговоры, может быть, со школьниками? Ну, проверка, та же проводка, там, да, та же... Те же лекции, да? Лекции, может. И в основном, конечно, это замечания, то есть... Тут, конечно, очень такая тонкая грань бывает, да, то есть, там, частное жилище ты не зайдешь, не проверишь, но какие-то муниципальные учреждения, там, учреждения, которые есть, школы, те же. Заставить смогут, допустим, если проводка, видно, что пожаропасно заменить? Ну, механизм тут такой, что они же... это не надзор, они просто предоставляют информацию главе, а глава уже выходит на... в главном управлении, и руководитель уже решает, направлять инспектора или нет. Инспектор это... приводит в правовые рамки эту работу и облегчает труд инспектора, кстати, тоже. Я напомню, у нас в гостях Сергей Ефимович Боенко, это председатель комитета гражданской обороны Ненецкого округа, телефон прямого эфира 2-1-45. Осталось у нас буквально 10 минут. Вот, я думаю, что плавно перейдём к теме Зимника. Вы человек, который всё-таки тоже знакомый с этой ситуацией, ситуация сложная, последние две недели мы только говорим об этом. Вот на ваш взгляд, точнее, вы владеете, я думаю, некой статистикой. За последнее время сколько уже было вывезено людей оттуда? Ну, за последнюю неделю то, что, ну, вот на памяти, в день мы вывозим от 22, где-то, до 12 человек. При этом люди соглашаются бросать свои машины и уезжать оттуда. И это не только окружные спасатели, это, я имею в виду, общие цифры. Общие цифры. Да, со спасателями МЧС. Есть дни, когда выезжают по два, то есть два раза наши выезжают, два раза выезжают спасатели федеральные. То есть они там по большому счёту живут. Вот эти две недели. Я сам лично вчера ездил и видел их, и основа была вывезена 9 человек. И только вот вывезли, не успевают доехать до сюда, уже, да, есть звонки, что, конечно, такая погода, у людей заканчиваются там деньги, продукты, деньги, топливо. МЧС испытывает затраты, вот часто приходится ездить. МЧС испытывает затраты? Нет, ну мы к этому готовы, в принципе, и окружные спасатели. Мы готовы к этому. Не первый уже год такая ситуация. То есть когда-то это была причина некачественный зимний, да, сейчас это причина, ну, аномальная погода. Вы согласитесь, что эта погода, которая вот в этом году, она действительно опасна для жизни и здоровья. То есть если раньше был ветер, то никогда не было так холодно. Мы тут вспоминали с долгожителями. Говорят, ну да, всё равно идёт циклон, идёт циклон, то есть где-то, ну, минус 15, ну, максимум. Но когда минус 27 и такой ветер, то есть понятно, что... Вчера хоть и было тепло, но метель была ужасная. Замело дорогу буквально за несколько минут. Мы как раз попали в этот участок, ехали в это время. Видимость ноль абсолютная. Люди стоят, люди ждут помощи. Допустим, а вот если поступает звонок в МЧС, то есть реакция идёт незамедлительная? Да. Даже если один человек в беде? Да. Ну, у нас, видите, даже если один человек в беде, пока они до туда доедут... Пока доедут, уже будет их 10. Да, уже их будет, ну, не 10, но минимум 5 их уже будет. Потому что так же они выезжают, понимаете, что сообщить можно там, где есть связь, да, с той же пижмой. Но кто-то уже выехал куда-то, и они же едут, оказывают, они же не проезжают мимо, если кому-то нужна помощь. Они едут, оказывают по дороге помощь. Вот, и тут одного что-то я не помнил за последние две недели, что в один одинокий... Когда, допустим, выезжает наряд МЧС на зимник, они с собой берут топливо, вдруг кому-то потребуется, продукты питания, если у кого-то нет? Ну, вот, ребята наши окружные ездят, они всегда, то есть, приезжают, говорят, у нас там есть термос, там какие-то бутерброды, чтобы даже такие душевные вещи... В любом случае помогут, да? Тем более, что выезжая, техника, она любая, хоть спасателей, хоть она просто автолюбитель, она может и сломаться. Поэтому они же рассчитывают, чтобы самим не остаться в какой-то ситуации. Конечно, все это есть, и сухие паки, и что-то горячие. А все же, на ваш взгляд, вот вся эта проблема, ситуация сложная на зимнике связана с чем? Из-за погоды, из-за плохой уборки, либо же люди просто сами рвутся на свой страх? А здесь все причины. Все причины три совместно. Все причины три, вот они и сошлись. Здесь погода, согласитесь, метели. Вот мы вчера, да, только с утра было вроде, ясно. Так вечер, не к вечеру, уже через час самолеты не летают. Вчера то же самое, вот то, что вы говорите, что метель. Вот федеральные спасатели выехали на бобре. Уже ничего не видно. То есть, ну, движение минимальное по скорости, да? То есть, может даже где-то остановиться надо. То есть, все погода, то, что вы говорите про людей. Ну, всегда есть процент какой-то, который поедет все равно. Сколько бы не предупреждали. Да, сколько бы не предупреждали. То есть, я сам знаю таких людей, да, которых встречал буквально три-четыре дня назад, которые уже запакованы на зимник. Ты спрашиваешь, так он же закрыт, а где он? Для кого он закрыт? То есть, может, для кого-то он и закрыт. Но для нас, серьезных людей, которые ездят 20 лет по зимнику, конечно, они поедут. Ну, на самом деле, казалось бы, одна дорога, все просто и понятно, но на деле, на факте, очень длинная заморочка, потому что дорогу обслуживают сразу несколько компаний. Кто-то лучше убирает, кто-то хуже. Вот, допустим, вчера мы когда ехали от Наринмара в сторону Усинска, дорога, в принципе, хорошая. Мы проехали без проблем. Со стороны Усинска дорога безобразнейшая. Вот, в принципе, сейчас есть возможность позвонить. У меня есть телефончик Павловна, начальник участка ДРП Техносевер. Я думаю, что давайте позвоним и спросим, кто вообще обслуживает дорогу, какие компании, и кто убирает хорошо, кто убирает плохо. Ну, здесь еще, мне кажется, рельеф надо учитывать тоже. Рельеф где-то, да. Потому что тут нельзя сказать, что везде рельеф одинаковый, только из-за того, что где-то плохо чистят. Потому что там... Ну да, мне вчера объясняли, что где вот впадины, их забивает быстро. Быстро забивает. И вот... Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Павел, вы? Телеканал Север беспокоит. Прямой эфир. Программа «Актуальное интервью». Мы вот сегодня говорим о Зимнике. Но я в курсе, что вы обслуживаете один из участков. Хотелось бы поинтересоваться. Вот трасса одна, но управляет, обслуживает сразу несколько компаний. Могли бы пояснить, какой кому участок принадлежит и кто обслуживает? Да, очень плохо слышно. Максимальная связь. Ну, получается, скажите, пожалуйста, вот вам техники хватает на вашем участке? Да, на нашем участке очень хватает. Вот вчера мы были как раз-таки на Зимнике. Действительно, у вас участок хороший. Что касается трансстроя, что могли бы сказать вообще по этой ситуации? Ну, к сожалению, принять этот вопрос, как и наши силы, которые у вас есть. Спасибо. Спасибо, к сожалению, связь плохая, плохо слышно. Мы вас поняли. До свидания. Ну, я не знаю, стоит, наверное, дать совет людям, вот, тех, кто собрался на Зимник, все-таки что нужно перед началом сделать? Прочитать информацию, позвонить, убедиться, что проезжий, вот, на ваш взгляд? Ну, я думаю, да, конечно, надо вначале собрать информацию. Это не только та информация, которую вот выдаем мы сейчас, где-то и с вашей помощью, да, и по средствам, и по СМИ, и по вот бегущим строкам. Ну, много же знакомых мы здесь друг друга знаем, да, то есть вот ребята звонят там с Архангельска, сидим в Архангельске с машиной, что делать? Ну, идите дальше. Лучше сидеть в Архангельске в гостинице, чем сидеть там на пижме и ждать, когда закончатся деньги, ездить на заправку там на Лукойл. А те, кто выезжает на Зимник, можно их вот силой прямо остановить? Потому что, ну, если поедут, то это грозит опасность. Можно, 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 но без, понятно, задействия сил УВД это надо сделать нереально. Вот, и вопрос, прежде всего, закрытия. Хотя, знаете, в начале этого Зимника, да, он же закрывался, и силами, и УВД, и вот охранных фирм с той стороны, машины все равно появлялись. Машины появлялись, я это лично видел, на самом деле. И что самое интересное, со стороны Усинска Зимник закрыт, со стороны ИНМАР открыт, ездят абсолютно. То есть машины все равно появлялись. Да, Сергей Михайлович, к сожалению, сообщают, время закончилось. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью» насчет Зимника. Если захотите выезжать, обязательно пока проконсультируйтесь, соберите информацию, ну и, конечно же, берегите себя там. Далее вас ждут новости. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»